Дизайн человек как система. Если поисследовать историю, есть конкретный человек по имени Рауруху, которого до процесса с этим знанием именовали как Роберт Аллан Краковер. Человек со своей история, в этом тоже много информации есть в интернете. В общем, в ходе его разненного опыта, процессов, которые с ним происходили однажды, с ним случился очень конкретный опыт, внутри которого в течение 10 дней ему нечто сообщило некую структуру знания, понимания о устройстве мира форм. Мира форм это в данном случае проявленный мир, то есть это люди, животные, все что угодно, планеты и, в общем-то, как это все связано. У этого знания есть крайне практические аспекты, как, например, ставший популярным контекст работы с картами индивидуальными, которые строятся на основе даты рождения, и на данный момент я пока не встретил ни одного человека, с кем бы я имел контакт и диалог и взаимодействие, тем более рабочий процесс, где что-то принципиально бы не сошлось по основным моментам. Также в этом знании есть очень много вещей, которые, ну, грубо говоря, не проверить. Это такой космологический аспект есть, есть очень практичные, но менее близкие к нашим телам эта тема о циклах истории, о циклах эволюционного процесса. То есть просто, по сути, это знание, формул, как проживается этот мир форм, как он устроен, на основе каких принципов и так далее. И, в частности, тема с картами индивидуальными, это просто одна из частностей. Потому что тела, они рождаются в определенный момент, они имеют свою функцию запечатления, определенного отпечатка, который происходил, был в момент этого рождения планетарной. И у нас получается индивидуальность. Конечно же, это не единственный фактор, который складывает индивидуальность. Их очень много других, в том числе, но это один из них и довольно значимый. Итого, карта, то, что, собственно, нам и актуально, это один из практичных слоев этого знания. Самый практичный, я бы сказал. И карта, это, по сути, такой конструктор, из которого на уровне поверхности происходит конкретная специфика конкретного человека. Его устройство или склонности психически, энергетически, как распределено его внимание. Есть еще такое популярное заезженное слово, предназначение, ну, в каком-то смысле можно еще, так сказать, призначение этого аппарата и его способы в свете его устройства, взаимодействия с этим, опять же, миром и другими людьми. И услуга, как таковая, может быть названа как чтение карты или консультация, или расшифровка карты. Есть также понятие композитов, есть понятие, скажем так, соединения этих карт, да, есть понятие композит парный, групповой и так далее. Огромное количество моментов, потому что это все такая математика, в некотором смысле, поэтому это все по-разному очень может быть применено. И логика, опять же, очень простая, исходящая из самого первого сообщения моего длинного, что приходит уникальность, она, получается, попадает в какую-то среду, которая несет свои какие-то настройки. Ей ставят этой уникальности определенное программное обеспечение, которое может не очень подходить к железу, с которым пришло это создание. И взаимодействие, в данном случае мое, с этим человеком, это о том, чтобы направить внимание в заводские настройки, откатить чужеродное ПО или скорректировать его. И тем самым это способствует чему? Большему удовлетворению от жизненного процесса, который может проживать этот человек. Если мы говорим о этом знании, как в некотором смысле даже типология, потому что на одном слое это так можно рассмотреть, есть понятие типов, тип проектор, генератор, манифеста, рефлектор. Об этом очень много информации в сети, об этом много статей, люди об этом что-то ищут, конечно же, и многие-многие сайты что-то по этому поводу размещают, чтобы люди находили. Внутри этого есть при этом всем очень много вариаций. То есть, несмотря на то, что формально четыре типа, внутри них очень много деталей. Плюс очень много слоев. Это слоеный пирог. Есть понятие каналов, контуров, центров, ворот, профилей, крестов. Ну, короче, это разные структурные элементы этой карты, каждый из которых о чем-то. Вот у нас и того получается такой слоистый конструктор, индивидуальное сочетание параметров, которые, с одной стороны, можно трактовать как и по отдельности, то есть, иными словами, например, два проектора, они по-любому будут чем-то похожи своими сутевыми характеристиками, как, например, две женщины. Мы видим, что все равно какие-то аспекты гормональной системы, допустим, у нас все равно похожи. Но при этом, при всем, уникальность, опять же, совершенно разная. И вот так можно по каждому параметру идти. Отсюда тот вариант, который тоже на некоторых сайтах предлагается, когда люди вбивают свои данные, и по каждому вот такому аспекту собирается текстовый документ. Схема абсолютно нерабочая, потому что формально, да, это информация. С другой стороны, очень важно все это интегрировать индивидуальным образом под конкретного человека, потому что одни аспекты соединения усиливают друг друга, другие аспекты соединения создают противоречия, и это все очень тонко. Здесь, то есть, по сути, на поверхность у нас выходит такая некоторая индивидуальная психология, индивидуальное распределение, как я уже сказал, внимания, которое, грубо говоря, человеку необходимо, и человека необходимо познакомить с его природными настройками, чтобы его внимание соединилось с этим сенсорно, и он себя в этом еще больше узнал. Понятно, что степень рассинхронности разная, поэтому процесс очень тоже разный из-за этого. Опять же, формально дизайн человека можно рассмотреть как некую систему самопознания, которая, на мой взгляд, претерпела огромное количество искажений, как раз в сторону упрощения, обращения, обобщения, упущения каких-то деталей в пользу кажущейся понятности и практичности, но на самом деле, к сожалению, огромное количество людей, попадающие в это обобщение, начинают мыслить рамками, очень примитивными стереотипами, ну то есть, например, вот перед нами конкретный тип, и мы начинаем на него клеить какие-то накопленные стереотипы. Опять же, эти стереотипы можно накопить вследствие того, допустим, у нас было в опыте наших отношений или рабочих процессов каких-то два человека, которые, допустим, были проекторами или генераторами, неважно, и у них были какие-то качества, и не понимая эту тему глубоко, мы начинаем по ним делать выводы о генераторах, допустим, или проекторах, но на самом деле, понимая великую вариабельность и понимая механизмы того, как происходят искажения, потому что карту можно рассмотреть как чтение потенциала природного, так и специфику искажений, которые ввиду этой индивидуальности, специфики этой индивидуальности, может так-то, так-то и так-то происходить. То есть, иными словами, человек может иметь склонность определенным образом искажаться ввиду его, скажем так, непостоянности в определенных аспектах его энергетической структуры, в которых он, с одной стороны, по природе своей должен учиться, осваиваться с этими этими темами, а с другой стороны, он может просто взять чей-то способ функционирования на этом слове, или просто как-то примитивно освоиться с точки зрения выживания и адаптации, и закрепиться в этом. Так что, в контексте примитивизации, люди это люди, они интерпретируют все в соответствии со своим восприятием, со своим опытом, со своими установками. Это раз. И к тому же, очень большая склонность у людей, не чувствуя, а воспринимая это знание исключительно ментально, делать из него новый шаблон поведения, якобы более соответствующий мне. Но исходя из того, что это и произошло не сенсорно, а ментально, то из этого получается крайне примитивная штука. И более того, информация до этого прошла еще ряд искажений. Вот у нас получается искаженная информация, которая воспринимается не тем местом. И очень частая тема – это люди, которые только-только с этим знанием соприкоснулись, и кажется, все очень просто. Я бы сказал, что у меня тоже изначально так казалось. Я практически с первого же года, как я в эту тему вошел, но опять же, у меня был опыт психологического образования, я уже работал с людьми тогда. В контексте индивидуальной телесно-ориентированной терапии и практик разных. То есть у меня был опыт тренинговой работы, опять же, индивидуальной, групповой. Дизайн лег на основу. Но тем не менее, очень поначалу кажется, что все просто. И все непросто. И одновременно, конечно же, все просто, потому что когда мы погружаемся в какую-то тему, она и того раскрывается. Да все просто, вот раз, два, три, все. Но для того, чтобы это раз, два, три сказать и увидеть, необходимо проделать огромное количество работы. У меня были года, в которых я каждый день, там часов по пять, по шесть, только и занимался образованием. Поэтому, то и больше инвестировал в это очень много внимания и времени. И вот так, чем глубже ныряешь, тем оно и того раскрывается проще. Такой вот принцип в любом, как мне видится, деле. Всегда, когда в теме разбираешься, можешь легко выделить, что важно, что не важно в этом всем. Потому что дизайн очень ментальное знание, с одной стороны. И можно очень легко в это попасться и закопаться в этом всем. И не имея грамотного проводника, опять же, роль которого я предлагаю потенциальному клиенту на этом сайте, все может быть более эффективно, более просто и более точно главное. Потому что, опять же, проверяя это знание на себе, что сказать, я не знание на себе проверял, а ту подачу этого знания тех людей, у которых я учился. Это очень важно понимать тоже. Но тут, к сожалению, тоже очень бывает много тонкостей. Так что я, конечно, грубо скажу, претендую на то, что моя интерпретация этого знания более точна, нежели, не то чтобы у всех, конечно же, нет, но у какого-то немалого процента подающих это знание. Просто потому, что очень оно специфично. И очень потому, что кажется легким и простым. Очень потому, что люди, в принципе, склонны очень примитивно воспринимать любое знание и очень ментально его пытаться надевать, натягивать на себя и на других людей. То есть здесь, можно сказать, очень важны сами принципы работы с системой знания. Как, взяв ключи системы знания, не стать просто надевателем прочитанных ключей на себя и нередко эти ключи становятся меркой правильности, неправильности поведения. А тут вообще дело совсем в другом. Дело в распаковке именно сенсорики, в первую очередь, индивидуальной сенсорики, индивидуальной ориентации в пространстве. Да, на основе определенных ключей. И очень много в этом процессе не только про ментальные ключи, которые можно лекционно рассказать или прочитать. Это очень много про личный опыт и про чистоту. То есть именно это, на мой взгляд, отличает любого глубокого специалиста в какой-то теме, особенно в теме околопсихологической, потому что, ну что, может быть даже с точки зрения формальной, по каким-то аспектам я где-то даже и похожие формулировки могу сейчас выдать, наверное, с тем, что было немало лет назад. Глубина их понимания, глубина возможности их подачи, она совершенно другая. И вот в этом очень большое различие. Возможность перевести на язык человека, подать на понятном языке, привести примеры, показать, как у него это может проявляться. То есть максимально адаптировано под него. Понимая его язык, понимая специфику, понимая контекст, в котором он живет. Вот не оценивая его, не меряя его какими-то мерками, дать ключи, с которыми он сам, и того, будет экспериментировать. В общем, очень много таких тонких моментов, которые накалибровались за время моей практики внутри этой темы. И вообще, в целом, работа с людьми, изучение разных систем и так далее. Так что, итого, дизайн – это способ узнать свои природные настройки. Дизайн – это способ изучать свои искажения. Это некая карта, относительно которой можно сориентироваться, где я сейчас. Этим нередко ценен дизайн, потому что здесь есть конкретная карта, внутри которой можно некоторые вещи просто показать, рассказать, то есть тыкнуть пальцем – вот это поэтому, это поэтому, это поэтому. Именно поэтому он удобен и практичен. Так что, итого, человек получает возможность сориентироваться относительно своего природного потенциала и специфики искажений, которые могли случиться с ним в течение жизни. И, получив эту ориентацию, получив ключи для персональной калибровки, отправиться в процесс, возможно, трансформации, которая приблизит его жизненный процесс, приблизит, скажем так, состояние, с которым этот жизненный процесс проживает, к большему удовлетворению, он будет получать больше удовлетворения от жизни, от вот этого соответствия, синхронизации с просто жизненным пространством, с какой-то сферой деятельности, с людьми в этой сфере деятельности. То есть, все на самом деле для того, чтобы было больше удовлетворения и реализованности, точнее, реализованности и следствия этого удовлетворения. А причина поиска любого человека, исследования чего-то, она является недовлетворенностью. Это недовлетворенность, сомнения, страхи, поиск. Из этого, как правило, происходит. Также я добавлю, если сайты какие-то искать, смотреть, исследовать тематические, то, как я уже говорил, очень много копипейстной информации, на которую люди выходят, вбивая какие-то простые запросы. Так что, резюмирую, услуга сориентировать человека, кто он такой, как ему проявляться, о чем он, куда ему, на основе этой системы знания. Но плюс, опять же, важно дать понять, что то, что я предлагаю, это не есть чистый дизайн человека. Но человек получает намного больше. Он получает всю вот эту тонкость и гибкость, и мою чувствительность. И дизайн человека, эта карта является только одним из источников информации об этом человеке, который я использую во благо его жизненного процесса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok